Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Третий международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» открыт во Владивостоке. Зрители приглашают на двухактный балет времена года артиста Мариинского театра Ильи Живого, постоянного участника творческой мастерской молодых хореографов на фестивале. Постановки, как и в музыке Антонио Вивальди, эмоции и состояние постоянно сменяют друг друга. Герои, по словам хореографа, постоянно находятся в ситуации выбора, сражаются сами с собой и друг с другом, хотя фабулы в спектакле нет. Исполнители Екатерина Кандаурова и Роман Беляков. Начало в 17.00, стоимость билетов от 700 до 7 тысяч рублей. Концертная программа «Лав Джаз» состоится в Пушкинском театре. Для вас прозвучат знаменитые джазовые стандарты, а также поп и рок-композиции в легкой обработке. В концерте примут участие джазовые музыканты Владивостока. Начало в 19.00, стоимость билетов от 400 до 500 рублей. А в галерее «Арка» – персональная выставка Ирины Загузовой одежды. В экспозиции 9 полотен, которые формально можно отнести к жанру натюрморта. Но на этот раз зрителю представят не совсем привычные предметы, раскрывающие мысли художника о мироустройстве – предметы гардероба. Одежда давно стала предметом внимания художников, их работы передают достижения моды, пристрастия общества и ценности разных эпох. Галереи открыты для посетителей с 11 до 18 часов. Вход свободный. Коллективная фото-выставка «Япония далекая и близкая» открыта в Приморском краевом центре народной культуры в знак года Японии в России. Идея выставки – показать страну восходящего солнца жителям приморских городов, познакомить их с ее культурой и развеять миф о дороговизне путешествий по Японии. Выставочный зал открыт с 10 до 18.00. Вход свободный. Выступление актеров Японского национального театра «Кабуки», посвященный 90-летию гастролей в России, состоится в Приморской краевой филармонии. «Кабуки» театр более чем с 400-летней истории известен во всем мире как часть национальной культуры Японии и объект культурного наследия ЮНЕСКО. Символично, что гастроли театра «Кабуки» в СССР начались в июле 1928 года именно в столице Приморья. Тогда в гостинице «Золотой рок» организовали дружественный прием японских артистов и первых лиц города. Спустя 90 лет «Кабуки» вновь возвращается во Владивосток. Начало в 18.00. Стоимость билетов от 200 до 600 рублей. Жителей и гостей города приглашают на День Нептуна. Серия культурных, познавательных и праздничных мероприятий пройдет в дни работы Международного дальневосточного морского салона. Основные мероприятия состоятся на спортивной набережной и в театральном сквере. Начало в 14.00, вход свободный. Кольцевая автогонка состоится на картодроме «Змеинка». Название связано с тем, что в ходе соревнований автомобиль движется по замкнутой траектории, в отличие от таких дисциплин, как ралли, ралли-рейды, подъем на холм, дрэк-рейсинг и другие, где участник перемещается между заданными пунктами. Начало в 13.00, вход свободный. На благотворительную акцию «Океан надежды», в рамках которой организуют ярмарку и мастер-классы, приглашает Приморский океанариум. Детей и участников акции ждет незабываемое живое общение с белухами и сказочный спектакль. Начало в 11.30, стоимость билетов 500 и 1000 рублей. А на сцене театра «Кукол», музыкальная сказка «Зайчья школа», режиссер, заслуженный деятель искусств России Виктор Бусаренко. Начало в 12.00, стоимость билетов 270 рублей. Новая программа во Владивостокском цирке. Цирк зверей династии Филатовых. Гимнасты и жонглеры, клоуны и их питомцы, костюмы, музыка. В программе участвует большое количество животных из разных стран мира. Это леопарды, медведи, обезьянки, дрессированные собачки, кошки, питоны, пони и попугаи. В номерах сочетается дрессура, смешанные группы животных, домашних, экзотических и хищных. Начало в 16.00, стоимость билетов от 900 до 1800 рублей. Дети до трех лет могут посетить цирк бесплатно. А болельщиков приглашают на футбольный матч между командами «Луч» и «Зенит-2» на стадионе «Динамо». Начало в 17.00, стоимость билетов от 150 до 550 рублей. Пейзажи ЮАР и Зимбабве, бытовые зарисовки, портреты местных жителей, которые трудятся на земле. На выставку фотографий, посвященную удивительно живописной природе Африки и сельскому хозяйству, животноводству и растениеводству, гостей и жителей города приглашает Большой ГУМ. Вход свободный. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Субтитры создавал DimaTorzok